Здравствуйте, дорогие зрители! Голливуд снова на связи. И сейчас мы познакомим вас с горяченькими сплетнями с голливудских холмов. С горяченькими мне понравилось больше. Горячечными, слава богу. Судя по сплетням. Они горячечные. Вот Мики Рурк, например. Мики Рурк, ему исполнилось 61 год, да, и он собирается жениться в третий раз. А что, 61 год, это не возраст для настоящего мужчины? Нет, ну это, конечно, не возраст. Нет, ну просто тут вот что интересно. Будущая его жена русская модель, как всегда. По имени Анастасия Макарин. Она что, правнучка того самого Макаринка? Ну не знаю, может она тогда, конечно, трудно воспитываемого под крылышко взяла. К чему я тебя и толкаю. А Рурк у нас трудно воспитуемый, стопроцентно. Он не просто трудно воспитуемый, он невоспитуемый вообще. Вообще. Он пропал для общества. Это точно. Не совсем. А, да, да? В общем, что, значит, парочку видели в ювелирном магазине, они выбирали кольцо для невесты. Девочке всего 27 лет. Ну что ты хочешь, блондинку? Не, она, видимо, его очень любит, понимаешь? Необычайно сильную любовь она испытывает к неким Рурку. А, да? Ну, конечно, он вполне подходящая кандидатура, чтобы на его горбу въехать в Голливуд. Не, ну просто, судя по тому, как он выглядит, она его очень любит. Она любит его кошелек. А он у него не маленькими женами-девочками, говоря. Не, ну, репутация у него, конечно, еще та, внешность, мягко говоря, странноватая стала. А может быть, она в процессе на его морду старые его фотографии накладывает? Тем, каким он был в юности, в молодости. Ну да, в юности он был офигительный. Ну да, офигительный, ничего не могу сказать. Ну, вот помнишь, да, после одного из боксерских матчей физиономия тут хлам разъяснили? А один, что ли, такой матч был? Ему несколько раз физию чинили. Ну, физия у него, конечно, собрана по кускам и страшно... Вот, но сейчас он вот ходит по специальным клиникам. Это дело все рихтует. Ага. Сколько старую телегу не рихтуй, Мерседес из нее не выйдет. Но она хотя бы поприличнее будет выглядеть, а не как задрипанная тачанка Махновского периода. Тут уже, знаешь, тут даже уже не махновцы, тут уже это, времена этого самого нашествия Наполеона. Ну да, французы после взятия Москвы. И ее пожара. Вставили. Жуть, е-мое. Ну ладно, что там с Гипсоном нашим? А, ну так смотри, я просто говорила о том, что опасно очень с этими русскими модельками связываться. Ну, опасное дело. Вот Мел Гипсон, например, связалась и просто лизинцы потом. Помнишь же эту его тетеньку по имени Оксана Григорьева, да? Ну, помню его, помню. Брунетка. Вот. Это самая Брунетка. Да, сначала все было очень здорово. Он ради нее даже семью с семерыми детьми бросил. Так они уже взрослые. Ну и что? Все равно. Так жена ему надоела. Ну да, жена надоела. Она с ним столько лет прожила. Ну ладно, ладно. Да он налево ходил знаешь сколько? Не, ну это я понимаю. Ну бросать-то было зачем? Все нормально было. Ну, ходи налево. Она как бы на это дело смотрела. Седина у бороду без у ребра. Ну вот. Я вот нашел вам за свою голову эту, значит, российскую звезду. Я за... Типа Тавицу. Родил с ней дочку даже. Вот. Да ты шок. А потом... Да, а потом началось. А потом, короче говоря, как-то они друг друга не поняли. Она, видимо, посчитала, что он ее не проталкивает. Она, наверное, хотела... Здесь вина. Зачем она связалась с Гибсоном? Только ради карьеры? Ой, прям любовь. Ты в это веришь? Ну, Мел Гибсон... Человек, конечно, очень интересный. Ну ладно, ладно, ладно. Характер не специфический. Да, характер юной кобры. Уже не юной. Уже пожилой кобра. Я помню, как о нем Дэнни Гловер отзывался. А, плохо? Нет, хорошо. Он сказал, что кобра рядом с ним. Невинная девочка. С голубыми глазками, да? Да. Ой, не могу больше. Но самое главное, что Оксана про это дело, видимо, была не в курсах. Потому что решила... Да, решила с ним, в общем, затеять судебный процесс. Ну, во-первых, она там сочинила историю, что он ее, типа, бил. Ну, может, конечно, и бил. Может, и бил. Вот. Потом она, значит, начала говорить о том, что он такой-сякой розетки ее терроризирует. Потом выяснилось, что она лгала под присягой. Но все равно... Нет, ты знаешь, вряд ли он... Он, конечно, кобритый, но он недрочливый, говорили. Ну, я тоже как-то сомневаюсь. Но русская женщина, она же, ты понимаешь, сама... Она найдет. Она же, если захочет мужика довести до мордовой, она это сделает. Легко. Да легко. Вот легко. Вот, ну и что? И отсудила она у него денежки. 20 тысяч долларов в месяц, алиментов на девочку. Всего? А пек... Ну... Сама сказала, что у Гибсона характер кобры. Ну... Но, тем не менее, у него, знаешь, какое имущество? Он один из самых богатых актеров Голливуда. Да пофигу. А ты пыталась у кобры что-нибудь из пасти выиграть, а? Нет. И не буду. Оксана попыталась. И бесполезно. Дурочкам закон не пизден. Ну, вот именно что. Значит, вот, короче, 20 тысяч долларов в месяц, опека на дочерю и дом, в котором они убеи живут. Но! Вот тут, казалось бы, все нормально, все хорошо, все лучше. Ага, ага, ага. И фишка выскочила. И вот и девушка оказалась банкротом. А? Да. У нее на счету всего 48 тысяч долларов. Хе-е-е. А где остальные суммы? Тама. А, Тама. Вот, ну, короче говоря, она же певица-актриса, она же там еще пыталась себя как-то продвигать. Угу, угу. Угу. Вот. А плюс еще адвокаты же все остальное сожрали. Ну, да ха. Какой дурак с адвокатами свяжется. Вот. А потратилась-то она на них нехило, хотела побольше урвать смело. Ага. А вот лучше не вышло же ж. Ага. Короче, этой дурочке никто не объяснил, что в Голливуде она никто и звать ее никак. А Мэл все-таки это Мэл. А Мэл это Мэл. Гибсон это, извините, и в Африке, и даже в Африке Гибсон. Да. Ну и вот, и вот в связи с вновь открывшимися обстоятельствами он решил побороться за опеку над дочкой, естественно, уже готовиться к процессу. Как ты думаешь, он выиграет? Вот что-то мне подсказывает, что выиграет. Как-то мне вот кажется, что все-таки выиграет он это дело. Вот мне тоже так же кажется. Что, а далее у нас сестра Джули Робертс покончила с собой. Ага. Нэнси Моулс, да. Ну и предварительно она обвинила Джулию в том, что та довела ее до своего убийства. Она оставила письмо, письмо аж на пяти страницах. О, долго писала? Да, где описывала всю свою, так сказать, неудавшуюся жизнь. И как во всем Джулия виновата. Сволочь эта Джулия. Что она ее никогда не любила, что к матери она ее больной не пускала, что вообще... Ну, я так понимаю, у девушки, точнее у дамы, у этой 38-летней, тоже были кое-какие надежды, что знаменитая сестра ее... Она еще младше Джулии, да? Да, она младше. Эрик же младше и эта младше. Нет, Эрик старше, извини. Эрик старше? Да, старший брат Эрик. А, да, точно, точно. Он уже полная развалена. Эрик же Джулию потом и... Вытащил на хол. Да, точно. Ну вот. А тут, понимаешь, ну как? Во-первых, посмотри на себя и на Джулию, хотя как бы у Джулии внешностный любитель, но это так вообще страшноватенькое, да? Ну да, лягушачья улыбка еще хуже, чем у Джулии. Вот. И маме морда. Да, и там, посмотри, и там в письме последняя была фраза, что и актриса она тоже фиговая. Кто, Джулия? Да, Робертс, фиговая актриса, представляешь? А, ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да, ну да. Зелен виноград. Ну, актриса она и правда фиговая. Да ничего не сказано. Одной ролью прошла и, знаешь, красоткой, и все. Ну, а мне не знаю, мне нравится. Не, так все. Эрик лучше активен. А Эрик как актер лучше, он просто менее везучий, ты понимаешь? Ну, у Эрика разнообразные роли, конечно, очень. Да, весьма. Понимаешь, тут-то дело вот в чем. Значит, девица-то писала, что ее все не любят из-за того, что она полная, она себе даже желудок ушила. Ой, мать. Вот. И все равно никак, и все равно сестрица, значит, на нее ноль эмоций. Ну, слушай, ну 38 лет, да, бабе. А дитю-дитю, елки-палки, инфантильная девчонка, да, которую меня никто не любит, потому что я толстая. Ну ты, блин, горелый, а ты что в жизни сделала? Эй, не, ну это вопрос 45-й. Ну ты что вообще, ну? Что ты хочешь, чтобы такая вот недоросля, она еще думала, что она в жизни сделала? Ей все должны и все обязаны. Вот именно. Все должны, все обязаны, поэтому, ах, у меня ничего не получилось, а выпью-ка я вообще три пачки таблеток. И пусть всем будет плохо. Ну, извини, такие штуки в 14-15 лет проходят, но не в 30 живу, сын. А ей по мозгам, скорее всего, лет 12 было. Можно была вообще даунка какая-то, хрен ее бабушку. Черт знает. Ну, короче говоря, Джулия на панихиду не пришла. И про нее сделала. Вот. И, в общем, пресса пишет, что она очень переживает случившееся, но, тем не менее, светиться публично она отказалась. Ну, правильно, ну, нафиге все эти проблемы. У нее дитё или там дети у Джулии, нафиге. Дети у нее, да. Да, ей нужна вся эта головная боль. В конце концов, эта сестра сводная. Ну, да. Ну, и хрен бы с ней. Ну, да, неприятно, жуткая история, жалко ее, но, ну, ну, что, ну, как. Жалко у пчелки. Ну, ясно все. Ой, развелась наша Гвинни. Гвинничка развелась. Ах. Разбудится она с мужем, со своим музыкантом Крисом Мартином. Ну, видимо, он не потянул. Помнишь, как она орала, что она жутко сексуальная вообще так, сексуальная. Да, да, да. И что-то у нее был романчик такой. Ну, видимо, мальчик не потянул на ее сексуальные аппетиты. Ну, тем не менее, в общем, они там пытались как-то договориться. Думали целый год и все же решили разойтись с болью в сердце. У сердца. Да, с болью в сердце. Вот. Мы, в общем, конечно, сильно сочувствуем Крису. До печенок она его проняла, это боль в сердце. Да, Крису мы сочувствуем. А что сочувствовать? Найдет тебя молодую? Ну, может быть, конечно, может быть. Охотно верим. Охотно, да. Но постоянно с ним будет одно. Но. Бывший муж Гвинет Пелтроу. А это да. Это он, конечно, залип капитально. Кто такой? Не знаю. Но помнишь, что был бывший муж Гвинет Пелтроу? Это точно. Как Гвинет Пелтроу осталась, как бывшая девушка Брэда Питта? О, да. Точно. Так это сейчас останется как бывший муж Гвинет Пелтроу. Фуё. Это точно. Я только права. Ой, а тут какая история феерическая. С целяторной декабки. Это просто прелесть. Ну, Лёва, конечно, отжег в этом году. Блин, бедолага. У него не повезло. Пролетел мимо Оскара, но уже все в курсе, да? Не везёт ему. Но тут главное не в этом. И он же как? Он золотой глобус-то получил, маму с собой туда привёл. И привёл маму же на вручение Оскара, как в качестве талисмана. А что такое он всегда её с собой таскает? Ну, короче говоря, в общем, хоть с мамой, хоть без мамы, а Оскар он не получил. Мама у него страшненькая, мужеподобная. Да, он ещё лучше, что ли, пардон. Ну, на вкус, на цвет. Некоторым нравится. Вот я думаю, что у него какие-то есть... У него чукотская физия никогда не нравилась. Я вот хочу сказать, что у него какие-то гены есть монгольские. Не он, да. Но тут дело не в этом. Дело в том, что он же жутко расстроился. Что за фигня такая? Да, вообще. Я так старался, а мне фиг. Да, а мне фиг опять. Подмазать надо. Нашлись люди, которые пытались ему в его горе помочь. Да ты чё? Значит, актёры... Да, актёры Челябинского драм-театра решили, что Лео срочно надо утешить. Не-е-е. И предложили ему звание почётного актёра этого театра. Да ты что? Всё. Ну и что? Капец. Ну, я думаю, Ди Каприо счастлив. Ну, равноценная замена. Да. И потом, я думаю, что после звания почётного актёра Челябинского драм-театра, звание почётного металлурга, уже на очереди. Ну да. И вообще, почётного коноплевода. Нет, мастер скоростных плавок. Это точно. Как хочешь, так и понимай. Боже ты мой. Ну, естественно, судя по тому, как он трахает всё, что до него доберётся, то он точно мастер скоростных плавок. Ну, тут, конечно, в вытешении завёл себе очередной скоропалительный роман с очень молоденькой голландской моделью по имени Нина Агдал. Ну, он скоро совсем с малышнёй будет возиться. Обалдел совсем мужик. Он же не маленький, ё-моё. Ему, да, за 30 уже, нет? Давненько. Ну. Ему сороковник уже должен быть. Я так точно не уверена. Я тоже так думаю, что ему уже сороковник. Вот. А эта девочка, значит, ей 21 год всего. Ну, и там непонятно. Не то это была как бы единичная встреча. Знаешь, когда встретились два одиночества. Эх, эх, перепихнулись и разбежались. Вот. Не то это роман какой-то. В общем, непонятно. Мы глядим, жизнь покажет. Ну, да, жизнь она на всё покажет. Ну, это железно, да. Поглядим, увидим. Вот. Ну, вот на этом как бы всё. Ну, чё, это все новости на сегодня? Это все новости на сегодня. Шо вы ещё что-то хотели? Это будет вам на следующей неделе. Да. Ну, ежели это будет на следующей неделе. Тогда, кажется, хрен с вами, господа. Грубая ты, нераспитанная. Всегда, пожалуйста. Ой, я тебя тоже очень люблю. Ага. До свидания, товарищи. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Господа, тамбовские волки сейчас, товарищи. Ой, простите. Вот так. Простите, я больше не буду. Вот так. Привыкай к реалему. Медам Месье. Ой, комедия. Ладно, медам Месье. Уважаемые подписчики, подписывайтесь. Не стесняйтесь. Всё. Бай-бай.